Судьба Дома книги Казалось бы, судьбой Дома книги депутаты уже определились. Вопрос о приватизации акции этого общества был вынесен на Думу с пометкой «Отклонить». Но председатель КУМИ Владимир Лутиков сообщил, что прежде чем они примут окончательное решение, с народными избранниками хотел бы встретиться и поговорить потенциальный инвестор. Но оказалось, что инвестор не в курсе ситуации и пришел не говорить, а слушать. Для начала я бы хотел услышать стоимость, что конкретно продается и так далее. Понять. До сих пор этой информации есть информация в открытой печати о том, что продается акционерное общество. Да, это интересно. Дальше нужны детали. И депутатам, и жителям города важно, чтобы Дом книги хотя бы частично сохранил свою специализацию. Поэтому администрация при заключении договора с тем или иным инвестором готова прописать дополнительное соглашение, которое позволит акционерному обществу сохранить свою направленность. Стоял один вопрос. Мы сможем сохранить книги или нет? От этого вопроса его приболинейно не прозвучало для вады с инвестором. Каким образом это зафиксировать, да? По крайней мере, оно будет носить, может быть, не прямо правовой характер, но моральный. Моральный, да. Его можно оформить определенным соглашением за рамками условий приватизации. И администрация готова подписать такое соглашение? Да, почему нет? Сам процесс обсуждения, да, это нормальный процесс. Лучше обсуждать, чем сразу чего-то, так сказать, рубить. Обсуждение вопроса продолжится. К конкретному решению, что делать с акциями Дома книги, депутаты в очередной раз не пришли. По-моему, задача наша, да, это формирование бюджета. Наверное, это все-таки первично. А мы вот только и знаем эти прогнозные планы, составляем. Это с молотка, это с молотка. У нас уж скоро ничего не остается. Позит непонятно. Вариант, как наполнить бюджет города, предложил депутат Петр Смирнов. Он проанализировал ситуацию с выкупом земельных участков в Сарове и пришел к выводу, что приобретение юрлицами земли в собственность не противоречит закону о ЗАТО. Суть ограничения в обороте земель в ЗАТО, она сводится к тому, что вот этот пункт ограничивает всех, кто извне приобретает здесь землю. Но вот этот пункт не ограничивает тех, кто внутри. В качестве примера депутат Смирнов привел ситуацию с компанией «Колорит». Суд первой инстанции признал за «Колоритом» право выкупа земли в собственность. Впрочем, с таким решением администрация не согласилась и подала апелляцию. По сути, было приведено новое рассмотрение этого вопроса. И судом уже не рассматривается отказ по принципу нахождения земель в ЗАТО. Сейчас рассматривается вопрос о том, что участок пересекает красные линии. О чем, собственно говоря, истец о «Колорит» заявил о фальсификации доказательств. Заседание суда по этому делу пройдет уже на следующей неделе. Мы будем следить за развитием событий. Мария Руинч, Владимир Ресенников, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. О проекте формирования комфортной городской среды сегодня говорят на всех уровнях. Очередь дошла и до молодежи. И это не случайно. Именно они, юноши и девушки, неравнодушные и активные жители своего города, могут взглянуть на привычные вещи другими глазами и предложить свое видение благоустройства общественных территорий. Предыдущее общественное обсуждение показало, что люди более пожилого возраста настаивают на создании зоны активного отдыха. Но задача этого проекта не только создать пространство для отдыха пожилых граждан, но и оживить пространство, сделать их вкусными, как говорится. Поэтому основное мнение, конечно, тоже молодежи. Каждой из семи команд досталась своя территория. Всего в поле зрения саровской молодежи оказалось три зоны. Два городских парка и лыжная база. Коллективный мозговой штурм должен был привести участников семинара к новым идеям, самые удачные из которых можно будет совсем скоро увидеть на улицах города. По результатам данного проектного семинара будут определены ключевые объекты благоустройства, которые будут учитываться архитекторами при разработке проекта благоустройства данных общественных пространств. Команде Владимира Якунина, в состав которой вошли молодые специалисты ядерного центра, достался парк на улице Сосина. Очевидно, что эта территория требует внимания. Участники команды постарались превратить единственный в старом районе парк в зону активного семейного отдыха. Когда у меня появятся чуть позже, наверное, детки, когда они подрастут, я также им буду объяснять, что это вот наша какая-то... Мы вклад внесли сюда, и им будет приятно, и мне самому также будет приятно за то, что я какую-то частичку внес. То, в каком порядке будут благоустроены территории, выбранные в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды, горожане определят голосованием 18 марта на тех же избирательных участках, на которых пройдут выборы президента. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. О школьных аритоновских чтениях слышали во многих городах России. И те, кто побывали здесь хоть раз, ежегодно вдохновляют на участие в конференции своих одноклассников и друзей. Так получилось и с Марией Аловой из Нижнего Новгорода. Ученики ее гимназии не раз принимали участие в чтениях, а в этом году и сама Маша решила попробовать свои силы. Это очень высокий уровень конференции, и она проводится в таком, в общем-то, важном для нашей страны городе. Поэтому мне было интересно поучаствовать. Марию всегда интересовала история, поэтому и научные исследования она решила подготовить именно в этой секции. И не прогадала. Ее работа заняла первое место. Моя работа называется «Роль государства по субститической монархии» во второй половине XIX века в России. Ну, суть работы в том, что я исследовала источники, которые написали Екатерина II и Павел I, и определяла роль государства по отношению к обществу и взаимодействию с монархом. В этом году в конференции приняли участие 60 саровских школьников и 170 старшеклассников из более чем 20 городов России. Для ребят подготовили насыщенную программу. За четыре дня они успели принять участие в различных круглых столах и интеллектуальной игре, послушать лекции от преподавателей ведущих вузов страны и познакомиться с нашим городом. «Харитоновские чтения – это уникальное место симбиоза науки и свободы. Как по мне, это безумно ценно, и поэтому давайте оценить этот момент вместе». Всего в чтениях было представлено 213 научных доклада. Но в число призеров-победителей вошло лишь около 30. Первым местом за свои научные исследования были удостойны 11 ребят, среди которых оказались и саровчане. Мария Ирунич, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Студент первого курса Никита Маркеев докладывает о готовности своей команды. Ребята с факультета машиностроения готовились к предстоящей игре долго и основательно. Больше всего внимания уделили репетиций смотра строевой песни. Члены жюри оценивали четкость и слаженность движений и синхронность исполнения куплетов. «Куплетки, солдат на лошади, пилотки новыми, у них на строк не дружит свет». Кандидатуру капитана команды ребята определили быстро. Никита два года был командиром отряда на военной игре «Зарница». С детства любит спорт, хорошую форму поддерживает, играя в футбол и занимаясь легкой атлетикой. Никита уже четко ответил для себя на главный вопрос каждого мужчины и решил отдать долг Родине. Я обязательно пойду. Я думаю, должен каждый мужчина отслужить срок, чтобы проверить свои силы, чтобы отдать долг Родине. Военно-патриотическому воспитанию в Саровском политехникуме уделяют особое внимание. В стенах СПТ учатся практически 80% юношей призывного возраста. Именно поэтому педагоги ставят перед собой цель познакомить ребят с базовыми основами военного дела. Практически все ребята наши, выпускники, они все призываются в армию. Все служат очень достойно и нам присылают даже благодарственные письма. В составе команды контролеров-станочников половина – это девушки. Представительницы прекрасного пола надели на себя майки защитного цвета и отправились отстаивать честь факультета на военную игру с патриотическим названием «Дружина». Участница команды Лидия Савченко признается, что подумывает сделать выбор в пользу военной карьеры. А сейчас на плечах юных защитниц – создание боевого духа в команде. Мы сначала подумали, что мы не сможем. Но потом, когда мы собрались силами, мы сказали, что мы сможем, мы это сделали. И вот оказалось, что мы лучше всех. В следующем учебном году на базе СПТ начнет свою работу военно-патриотический клуб. Все желающие смогут получить навыки единоборств, познакомиться с историей оружия и овладеть основами военного дела. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 23 февраля вспоминают героические подвиги предков и поздравляют любимых представителей сильного пола. За сто лет этот праздник претерпел множество изменений, но сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, которое и объединяет ветеранов и юное поколение. Именно в этом единстве мы можем сохранить то великое, что было создано до нас, и что будут хранить наши потомки. Традиционно в рамках торжественного вечера в честь 23 февраля чествуют не только ветеранов вооруженных сил, но и всех людей, которые внесли большой вклад в развитие армии и оборонной промышленности нашей страны. Это праздник народный, поскольку армия, флот, народ не единый. Праздничный вечер продолжился выступлением артистов из Нижнего Новгорода и Москвы. Майя Балашова исполнила всеми любимые романсы и народные песни. Артист Большого театра Сергей Плюснин, Ари из известных опер. А коллектив «Стайл-квартет» представил музыкальную программу «Мужчина и женщина». Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Взять в руки настоящий автомат и даже прицелиться. Ради этого мальчишки согласны ждать целый год. Военнослужащие рассказали о боевом оружии и разрешили ребятам поддержать автоматы и винтовки. А служебные машины можно было не просто посмотреть, но и внутри посидеть. Акция «Армейский городок» дает ребятам уникальную возможность увидеть жизнь военных изнутри. Это закрытая часть. Сюда просто так ты не попадешь. То есть возможность даже походить и посмотреть, как живут солдаты, что они делают, посмотреть на кинологов. Ну, мне кажется, это очень хорошая возможность. Кинологи показали ребятам, в чем и заключается работа служебных собак. Четвероногие помощники определяли, где находится имитатор взрывного устройства и задерживали нарушителя. Приемы рукопашного боя, обезвреживание преступника, а также действия подразделения при массовых беспорядках. Все это продемонстрировали школьникам бойцы и роды специального назначения. Сегодня мне понравился и запомнилась показ оружия и бронетехники, так как это было самое интересное. В принципе, это то, зачем я сюда пришел. Мне больше всего понравилось, когда мы ходили в казармы, где живут все солдаты. Там все показали, все объяснили. Мне больше всего понравилось, когда выступали краповые береты. Мне больше всего понравилось, как они разбирали оружие. Знакомство с армейским городком прошло в преддверии Дня защитника Отечества. Поэтому школьники пришли к военным не с пустыми руками. Тем, кто будет отмечать праздник на боевом посту, ребята сделали открытки и принесли угощение к чаю. А завершением экскурсии стал обед в солдатской столовой. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. В конкурсе «Селфи с профи в погонах» ребята смогли поучаствовать в самых разных номинациях. Профессия в окне, порядок и закон, спасатель профессии по призванию и другие. Ирина Машкина, сделав фотографию со своими родителями, стала победителем в номинации «Есть такая профессия – Родину защищать». Принять участие в конкурсе девушка решилась не раздумывая. Тем более, что в будущем она тоже видит себя в погонах. На самом деле родители рассказывали, да и я сама вижу, что у них очень трудный график, очень тяжело это. Но я с детства мечтала стать, например, полицейским. С детства хотела помогать людям и, в общем-то, защищать свою Родину. И вообще хочу сейчас поступить в Нижегородскую академию МВД. Также на церемонию награждения пригласили сотрудников правоохранительных органов и пожарной службы. Ребятам даже удалось пообщаться с представителями воинской части и Федеральной службы безопасности. Гости рассказали старшеклассникам о своей жизни и работе, а также о структуре каждой службы. В основном, с кем вы встречаетесь на улице, это патрульно-постовая служба, участковые полномоченные, так называемые, Анискины, которые, ну вот, это службы, которые первые приходят на помощь гражданам. Все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки. Также для всех гостей вечера организаторы подготовили интерактивные игры. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Испытаны на себе, смело могут сказать мамы и папы будущих выпускников. Родители прошли процедуру сдачи ЕГЭ, начиная с металлоискателя на входе и заканчивая запечатыванием конвертов с результатами кимов. Все эмоции и ощущения, которые получат родители, они принесут на родительское собрание, успокоят всех, и я думаю, что мы с хорошим настроением подойдем к основному периоду сдачи ЕГЭ. В рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на экзамен по русскому языку участникам отвели 30 минут. За это время нужно было написать мини-сочинение и ответить на тестовые задания. Основные вопросы – тестовые открытые. Сейчас нет тестовых закрытых заданий, когда нужно было выбирать АБВ. А нужно писать короткими словосочетаниями ответ на вопрос. Все, кто пришел этим утром попробовать свои силы, сдавали экзамены очень давно и по другой системе. Увидеть ситуацию изнутри, примерить на себя роль сдающего ЕГЭ и, наконец-то, перестать нервничать. Вот зачем участвует в акции «И силы за парту» Елена Ефимова. Мы родители нагнетаем сами детей, накручиваем, потому что не знаем, как это все, насколько это страшно, насколько это сложно. Обязательный инструктаж и родители старательно начали заполнять титульные листы. Что касается заданий, с этого года в запечатанном конверте находятся не бумажные бланки, а компакт-диск. Организатор в аудитории активирует ключ доступа, запускает процедуру шифровки и печатает варианты. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Ветераны боевых действий. Родственники тех, кто прошел пекло Афганистана и юные поколения саровчан, которые знают об этой войне из учебников истории, пришли почтить память тех, кто уже никогда не вернется домой. 90 человек из нашего города участвовали в боевых действиях в Афганистане. Именно трех из них высечены на гранитной плите. Я хочу пожелать тем, кто остался, донести до молодежи ваш порыв, ваш патриотизм и осознание того, что вы сделали великое большое дело. Война закончилась потерей 15 тысяч советских солдат. Более 53 тысяч человек получили ранения. Около 400 воинов пропали без вести. Войска Советского Союза были выведены из Афганистана почти 30 лет назад. Но боль потерь до сих пор не утихает. Урожаем вам глубокую признательность и низкий поклон за то, что вы выполнили с честью свой воинский долг перед нашим народом, перед нашей Родиной. В нашей памяти должны оставаться вы вечно. Память тех, кто честно и мужественно выполнил свой воинский долг, почтили минуты молчания. Митинг закончился возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Из первого этапа диспансеризации были исключены клинические и биохимические анализы крови и узи брюшной полости и малого таза. Минздрав аргументирует свое решение тем, что данное обследование малоэффективно и по их результатам не всегда удается точно поставить диагноз. Теперь гораздо больше внимания будет уделяться ранней диагностике онкологических заболеваний. Если выявлилось заболевание в процессе диспансеризации, то пациент направляется на дальнейшее обследование, лечение и также составляется участковым врачом индивидуальная программа для дальнейшей коррекции, лечения и наблюдения за пациентом. 21, 24, 27, 30 лет и так далее. Каждые три года любой житель нашего города, имеющий поле с обязательным медицинским страхованием, может пройти диспансеризацию. Сотрудники ядерного центра обследуются во второй поликлинике. Муниципалы и работники остальных предприятий в поликлинике номер один. Несмотря на важность диспансеризации, многие откладывают визит в поликлинику из-за нехватки времени и занятости на работе. Но согласно закону об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками диспансеризации и беспрепятственно отпускать их к врачам. Мы сейчас ставим перед собой задачу, чтобы пациент проходил обследование практически в один день. Если пациенты настроятся пройти весь объем обследования, это достаточно для того, чтобы определить уровень состояния здоровья на данный момент. Пройти диспансеризацию можно, обратившись к участковому врачу, записавшись через регистратуру своей поликлиники или позвонив по следующим телефонам. 545-88 в первой поликлинике и 365-41 во второй. На приеме при себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и результат анализов за последний год. Более подробно о видах проводимых обследований можно узнать на сайте КБ-50. Наталья Петрунина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 50-х годах прошлого столетия памятник драматургу был установлен в нашем городе на проспекте Мира, а в 2001 году перенесен ко Дворцу детского творчества. Ежедневно сотни горожан проходят мимо монумента, но, оказывается, не все знают, кому он посвящен. Вы знаете, кому посвящен вот этот памятник? Честно? Да. Нет. Как уж я, наверное, хоть и старенько, но горькому, Максиму. Максиму. Максиму? Горьковскому? Максиму Горькому. А вы знаете какие-нибудь его произведения? Конечно. Бревесник. Вот помню прям. Учили в школе. Ленин. Ленин? Да. Майковский. Горький. Горький, горький. На монументе Максиму Горькому нет памятной таблички. И по мнению создателей проекта «Известный памятник неизвестному человеку», это одна из причин, почему горожане затруднились с ответом. Поэтому на следующем этапе своего проекта ребятам предстоит не просто вернуть монументу имя, но продумать сам дизайн памятной таблички. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик, Служба новостей, СОРО-24. Вот такие трогательные плакаты с поздравлениями сделали для Ани и Василины ребята из подготовительной группы 31 детского сада. Оказалось, что к театральному марафону профессий здесь готовились всем коллективом. Взрослые придумывали сценарий и декорации, а ребята помогали воплощать задумки в жизнь. Все группы здесь были и там, и там. Все старались на нашу сказку. Мы даже не знаем, что вот такой труд будет. А еще продумать костюмы и разучить движение танца. Как признаются педагоги детского сада, с таким объемом работы могли справиться только самые творческие дети и увлеченные неравнодушные родители. Мы шли от ребенка. Аня у нас характерная актриса, можно уже сказать. Мы видели ее неоднократно на утренниках. Мы понимали, что она сможет достойно представить наш детский сад. Василина тоже у нас уже участвовала в конкурсах. В прошлом году в пасхальном колокольчике на себя великолепно показала. Поэтому мы, собственно говоря, на этих детях и остановились. Перед организаторами второго городского фестиваля «Темп» стояла важная цель – познакомить ребят с творческими профессиями. Выбор участников команды детского сада номер 31 полно театрального художника. И это не случайно. Аня и Василина только готовятся поступать в школу, но уже всерьез озадачены выбором будущей профессии. Это ее была мечта – стать театральным художником. Мне очень нравится, что там можно сказать, можно пятить фею или, например, бабочку. Кустики. Кустики из картона. Нарисовать что-нибудь, да. Постановка команды 31-го детского сада, в основу которой легла известная сказка «Золушка», была отмечена высшими баллами членов жюри. Участники получили памятные дипломы и подарки от спонсоров. Дарья Цапорыгина, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Юная Алена вышла на ковер в самой младшей возрастной группе. Впереди у девочки огромное количество соревнований, спортивных взлетов и побед. Но выступление на открытом первенстве в родном городе она точно запомнит на всю жизнь. Именно оно стало отправной точкой и дебютом начинающей гимнастки. У нее есть дар. Уже с рождения она пластичная.